Привет, бойцы! С вами я, Варченко Виталий. И я продолжаю свои видео уроки за здоровый образ жизни, за трезвый образ жизни, за спорт и единоборство в жизни каждого человека. Я сейчас хочу начать такой проект, я его назвал «Крепкий орешек», в котором я буду приглашать к себе спортсменов из разных единоборств. Сам буду ходить в клубы разных единоборств, пробовать тренироваться с ними, получать по шее, может давать кому-то по шее, это уже как получится. Но думаю, тебе будет это интересно и мне непосредственно тоже. Поэтому следи за новыми выпусками, подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями и обязательно пиши в комментариях, что ты думаешь о сегодняшнем выпуске. Привет, бойцы! Мы начинаем проект «Крепкий орешек». Сегодня я в гостях у Балабанова Андрея. Это мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по самбо, победитель многочисленных соревнований, призер, участник, в общем, много всего. Здорово, Андрюха! Привет! И последний чемпионат, который Андрюха выиграл, это Кубок Украины по самбо. То есть я, суть будет этого видео в том, что он покажет приемы, которым он выиграл этот Кубок. Всего у него было три схватки, да? Да, три схватки. И в этих схватках он, соответственно, выиграл, занял первое место. И как бы я хочу, чтобы он показал и мне, и вам, каким именно способом он выиграл, так как, ну, я не считаю, что там надо показывать какие-то прыжки с захватом головы ногами в воздухе, так как это все в реальном бою, наверное, малоэффективно. Правильно? Конечно. В основном, что надо делать? Повалить человека какие-то способы, это уже такое. Правильно. То есть и поэтому, как бы, самое эффективное то, что действительно проходило в боях, в поединках и те приемы, которыми ты одержал победу. Вот это самое главное. Мы сейчас разберем три приема, три схватки, как он выиграл, что как делал. Кстати, Андрей сейчас готовится к чемпионату Европы по самбу. Правильно? Да. И я думаю, что в следующих видеоуроках мы обязательно осветим именно подготовку борца, которая будет, ну, однозначно полезна и нам, как ударникам, и бойцам ММА, которые тоже очень используют, да, силовую работу именно. Андрюха очень хорошо готовится по физухе, по кроссфиту, это я знаю, видел его он и тренирует ребят по кроссфиту. Поэтому сила в борьбе, это, наверное, приоритетный такой, да, фактор? Да. Борьба это силовой характер. Если сравнивать с ударной техникой, там где-то скорость можно подловить, попасть, то в борьбе подловить как-то тяжелее. В основном это силовой характер. Особенно такая борьба, как самбо. То есть, а сколько в схватках, кстати, идет? В дзюдо 4 минуты, в самбо 5 минут. Ну, в дзюдо там больше интенсивность выше, это, как правило, запрещает отстаивать, где-то медлить. А в самбо, наоборот, такая больше силовая борьба, потому что там 5 минут, и там можно где-то вставить руки, где-то подсесть, поднагнуться, подсержать. Подтянуть резину, да, показать свою силовую статику. Ну, в общем, переходим непосредственно к уроку, и сейчас разберем первый прием. Итак, вы видели, как я взлетел. Вот, а сейчас мы это все разберем немножко, нам Андрей расскажет, как это все правильно делается. Прием такой довольно эффективный. Ну, я от земли оторвался сразу, и переворот тоже почувствовал сразу. Конечно, приземление, если бы это был не татами, а какой-то асфальт, я думал, было бы эффективно и ощутимо. Особенно, если хорошо затылком упануться, можно его применить в любой ситуации, наверное. Ну, давай, а показывай, как это все было. Ну, прежде всего, перекрываю я человеку плечо. Должен забрать эту сторону. Если я буду здесь держаться, человек может выставить руку, или сдержать меня просто нарезком. Прежде всего, я перекрываю. То есть, моя левая рука, получается, снаружи, я не могу упереться никак. Тем, что я потом буду в воздухе подключивать тебя в эту сторону, в локоть уходить. Правую ручку я продергаю, но я и влезу корпус. Ну, для того, чтобы я не накололся, на его удар, я должен подвязать его, нанернуть. То есть, ты удерживаешь, он за предплечье делает захват. И я, когда этот захват, я не могу ни туда, ни сюда его остановить. Да, то есть, я должен контролировать, потому что, если будет рука на отвлеке, я начну лезть туда. Просто остановлю, конечно. Вот, после того, как я подниму корпус, я прихватываю ногу изнутри, подшагаю второй, и начинаю вырвать человека. После подрыва просто скручу его, и закончил бросок. Тут уже я сам контролирую, на что человек попадет, я могу бросить на голову его, если мне надо будет. Ну, я понял. То есть, если не докрутить человека, я могу его вот так воткнуть его просто сюда. И просто головой можно сразу наглухо выключить. И тут, блин, падение есть и на затылок, то же самое, может. Вот по правилам, да, по правилам спортивным, скажем, головой можно втыкивать? Будет это. Могут тебя снять в соревнованиях за областное движение. Понял. Если ты будешь пытаться уйти от приема и подвижнешь свою жизнь опасности, то тебя могут дисквалифицировать. А так, с моей стороны, я ничем не буду виноват, потому что я делал прием. Ну, давай еще раз теперь, все вместе. Так, перекрыл ручку, поднырнул человеку под мышку, забрал ножку, подорвал и сбросил. Я понял. Сейчас, конечно, весовая категория, чтобы вы понимали, Андрей выступает в весе до 100 килограмм, да, гоняет до 100 килограмм. А так у тебя рабочий тренировочный вес какой? 104, 5, 105. 105, да? 105 килограмм, да, 5 килограмм гоняет до 100 килограмм. Например, мне, да, как, скажем так, не качку, против тебя такой прием реально сделать? Да, только здесь будет чуть-чуть по-другому техника устраиваться приема. Это надо силовая субсчитать. Без подрыва, просто нужно не поднимать, а просто взять и сбросить человека в сторону. Сразу сбросить. Да, давай могу прием скинуть. Давай. То есть, то же самое, пробивая, забрал ножку, просто увожу этот таз, под шагу, и начинать, что это скручивает. И все, без подъема. Мне просто функционалка и сила позволяют вырывать людей на третьи этажи. Ну давай попробуем чуть-чуть, я попробую. Да, правой рукой я перекрылся, я беру под локоть, выключаю эту руку. Здесь подрыва, и правой ногой ко мне подшагают. Все, только ровно, я взял ногу, раз, и начинаешь скручивать человека. Ноту мне надо оторвать, вот, и скручивать. Да. И здесь уже в маленьком загороду. Да. В принципе, если человек, да, ну, как сказать, по уровню, не профессиональный борец, а я этот навык наработаю, я могу это сделать. Конечно, если Андрюха мастер спорта, да, и я, хоть даже тоже, если буду мастером спорта по борьбе, я просто по силовым и весовым, я этот прием никак не сделал. Он под сопротивляющего человека. Да. Но если мы будем на улице, да, например, это будет какой-то алкаш, там, да, я могу просто, то есть схватить, да, сразу зайти, подвернуть и просто сбросить. Ну, не совсем уже технические правила, но суть, как бы, есть в том, что я блокирую. Ну, в принципе, от этого приема даже применить ударную технику будет довольно тяжело. Единственное, который здесь момент, можно с коленом хлопотать во время поднырка. Когда идешь с... Да, это единственное опасное здесь момент, потому что, если руки я еще сдерживаю, то колено я могу схватить. Ну, тут тоже момент, да, если противник не будет поджиматься, да, вот когда ты идешь под... Ну, да, если на расстоянии... Под руку, да, и я успею сделать вот такой момент, то есть оттянуть ногу и забрать гол, я сюда могу пару раз всадить колену. Да, и есть момент этого приема в том, что заключается, что я подныриваюсь прямо с... Да, вот, вот если он делает вот это, то есть таз поджимает ко мне, удары нет, то есть это принцип тайского клинча, скажем так, очень здесь пересекается, потому что тайцы так само, когда берут клинч, они стараются полностью поджаться, чтобы не было возможности для колен, колени бьют только сбоку. Но здесь, если я ударю, будет захват, и опять сразу пойдет бросок, который я делаю. Это принцип работы борца с ударником. Мне надо сократить дистанцию, чтобы не было удара, не нарваться на удар. Совершенно верно. Переходим ко второму. Итак, второй прием, я бы сказал, для меня был еще более ярче, так как полностью перелет через себя, он так сбивает, скажем так, координацию, и в принципе, опять-таки, можно хорошо копчиком стукануться, если это делать где-то на твердой поверхности. Ну и на руку сам себе как-то можешь упасть, и это все дело... Если не знаком с ума страховкой. Да, то есть если нет вот этого движения страховки, ну как-то, короче, опасная штука. Короче, если ты не боролся, то ты падочек с бревно, вот так ровно. Ровно и громко. Ну давай, теперь разбираем это все дело. Да, здесь тоже. Ну, если прошлый прием был больше как самбо, потому что захвата много, то это уже классика дзюдо. Японцы онаги называется прием. Классический японцы его вообще шпехают и направо, и налево. Смысл в чем? Я забираю твою ручку, вытягиваю человека сюда, вставляю свое плечо, и начинаю делать крестный шаг, разворачиваю тазом. Тазом я должен подбить твою ногу. Если я перекручу таз, то я не смогу бороться. Если не докручу, то же самое, не подниму. Обязательно я должен бедром выбивать твою ногу. Подошел, здесь подсел, спинка ровная, поднял человека, и после чего взорвать. Обязательно этот прием выполняется на носочках. Если я начну бросать, то я отправлюсь туда, человек меня заберет. Хорошо. Этот прием, настолько я понимаю, бедром можно бросить и человека, который тяжелее. Здесь идет именно работа не силовая, а больше такая техническая. То есть вот этот скрестный шаг и подбивание бедром, также очень напоминает в клинче работу скрутка, когда идет за корпус. Тоже похожее движение. Ну, конечно, без руки. Но опять-таки, мы его можем... То есть, я так понимаю, главная задача здесь выдернуть... Вот этот человек из равновесия вывести вот сюда, чтобы он пошел на тебя. Начал падать просто... И ты продолжаешь движение. Дальше идет заклад. Можно здесь за бедро, или как я делаю с этого движения. За руку. То есть мы работаем на одну руку, получается. Я эту руку выдергаю и шагом, правильно? Шагом правой ноги. Дальше дело подсел. Крестный шаг. Вот сюда, только не поднимаешь. Здесь бросать и бросать. То есть, в принципе, да, брюха тяжелее менять, где-то на процентов 30, но поднять не тяжело, скажем так. За счет того, что я подсаживаюсь и тазом вес тела взваливаю на себя, как мешок просто. Да, ты своими просто ногами поднимаешь, спинку ровно держишь, все, ноги работают. То есть, опять-таки, главная ровная спина, да? Это самый главный закон в ЗИДО. Спина должна быть ровная, такая стойка. И все, и работа здесь ровненькая. Что, отличный прием, думаю, вам понравилось. И последний прием, переходим. Итак, третий прием. Для него мы постелили мат, потому что видели, как я полетел. Не хотелось что-то себе сломать в процессе полета. Это, наверное, самый жесткий прием. И этим приемом Андрюха выиграл финал кубка. И с таким довольно серьезным соперником, как он сказал, словил его на ошибке. То есть, в чем страшность этого броска? Да, я так понимаю, и по ощущениям своим, да? И по видению можно стукнуться головой. Прежде всего, затылком можно так воткнуть, чтобы просто жесть будет. И когда падаешь, ты приземляешься на плечо. Неудачно где-то поставишь, можно выбить плечо тоже наглухо. И при всем при этом, такая машина падает на меня сверху. И забивает грудную клетку, дыхание, все перебивает. Короче, хорошая вещь. Я помню, что в своей спортивной карьере от такого приема, то и ребра на плаву. Он на меня сверху падает. Когда сверху падает. Такой же вес, 100 килограмм. 100 килограмм. Даже на 100 килограмм, если падает сверху, можно сломать ребра. Ну да, здесь такой был момент у нас в финальной встрече, что мы шли равно. А до этого я с этим пацаном боролся, то он меня выиграл за сынование до этого. И мы в финальной встрече. Равные оценки, то есть на кону стоит поездка в Минск на Европу. То есть нервы определены. То есть это откуда в сборную чемпионату стали. И люди из министерства приехали сотрить. И тут это... Адреналин. Да, первые три минуты мы боролись на равных. Нам по замечанию дали за невидение. Никто не хочет рисковать. И потом пацанчик ошибается. Запрещенный захват берет за шорты. И ему раз, наказание. И остается минута два, с кем он понимает, что он у меня это наказание никогда не выиграет. Ну, потому что тактически, то у меня борьба серьезно выстраивается. То есть обыграть как-то меня тактически тяжело. Ну, у меня опыт уже, 17 лет в дзюдо. И я его вынудил атаковать себя. То есть задняя подножка. Он начинает залазить на меня. Уже понимает, что ничего ему не светит. Надо отыгрываться броском. И вот это его погубило. То есть он залез на меня. Я завожу. Да, я его прихватил. Сюда прижал. То есть опять же, у меня коленки полусонутые, спинка ровная. И тазом выбиваю. И завершаю бросок через себя. Кстати, данная реакция, это прогибло. Бросок как у вольников, как у этих. У нас это называется бросок через грудь. Только в основном дзюдо и самбо он выполняется как контрприем. Ну, как я в данном моменте выполняю. Если вольники, то они подшалкивают и выбивают. Продолжать. То мы в основном, когда начальник нас залазит, мы переворачиваем его уже как контрприем. То есть прогибом. Но, да, Андрюха когда делает, он получается разворачивание полностью на спину и падает. Но ты можешь и не довернуть, да, и просто как бы, скажем так, головой просто кинуть. Да, я могу не так сделать, чтобы ты встрял головой вверх. То есть если я хорошо себя чувствую, ну, я ориентируюсь в пространстве во время этого броска, то я легко могу перекрутить тебя на голову. Мне даже можно не докручивать, я могу раз тебя сбросить, ты улетишь просто в сторону. И все, я могу остаться на ноге, если мне не надо. Ну, давай разберем его. То есть задача, я атакую, как бы, вот то же самое, да, если так взять под улицу, как подходят и хватают за шею. То я вот здесь прихватываю, замочек руки или просто так вот иду. И все, и тазом добиваю человека, завершаю бросок. Обязательно должен другий приземляться на человека, контролировать его падение. Ну и дальше работа, да, кто для ММА работает, дальше идет работа в партере, там выход на болевую руку, добивание и все остальное. А для борьбы просто идет контроль, там идет удержание по времени, да, это понятно. У нас в самбо можно ломать ноги, ломать руки и контролировать человека на поле удержания. Ну, хорошо, опять-таки вернемся. Если человек меньше, да слабее, там, можно этот прием бросить, как бы, самому. Если правильная техника, то, конечно. За счет струбной спины, подрыва ног, разъеба позвонок. Давай, пробуй. Так, ты меня берешь. Да. Вот и все. Правильно. В принципе, да, ничего, как бы, сказать сложного нету. Задача здесь просто рывочек сделать хороший. Подрыв. Подрыв. За счет того, что я подсаживаюсь чуть-чуть на ногах, делаю... Опять-таки, аналогии провожу я, да, все время. Похоже на тайский клинч. Только в тайском мы, когда делаем подрыв, высекаем ногу. А вот самая позитория. Да. А здесь, как бы, вариант. Мы не высекаем, мы чуть-чуть подсекаем, но при этом, скручивая корпус, сами заходим назад. Даже несмотря на то, да, что... Андрюха, гигант такой по сравнению со мной. Я могу это сделать. Особенно, когда он вот в таком положении на одной ноге. Тяжело, но... Ну, не настолько, как бы. Я думаю, можно поднять и человека в 110-15 килограмм. Я вот и 120 бросал, и 130. То есть нормально. На 30% тяжелее своего веса можно без проблем бросить человека. На одной из олимпиад даже был такой случай, что там спортсмен 160 килограмм упал от приема у пацана, у которого 110. То есть есть даже такой... На 50% тяжелее. Да, то есть человек... Можно делать... Главное, это правильная техника выполнения и поймать человека на движении. Там был такой момент, он пер на него. Массаж большой, можно задавить где-то ту, вот только в один момент он него поднырнул. Уф, перекосило. Ну, я думаю, вам было интересно и полезно. Мне точно было интересно и полезно. Полетать, особенно пополучать. Подписывайся на канал. И я думаю, мы еще обязательно с Андрюхой встретимся. И, соответственно, продолжим проект Крепкий орешек. Удачи в тренировках! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...